Сергей Сергеевич, у меня тут вопрос. На какого персонажа вы похожи в вашей символической сказке Петя и Волк? Сидите, не уходите, думайте. Я, Эмилия Фультурица, пока пойду в концерт на зале филармонии. Спрошу у других, а заодно мы поздравимся с международным днём музыки. Сейчас отзагалармонимся! Да, концерт на зале филармонии – это, конечно, храм искусства, музыки и удовольствия. Здравствуйте, Ать! Добрый день! Вы один из самых уникальных людей в моей жизни. О, спасибо! Ну, и в жизни, конечно же, челябинцев. А если бы вот ты, Ать, был музыкальным произведением, то каким? Вот вопрос. Да. Я думал, симфония. Какой персонаж ты был в произведении Петя и Волк? В Петии и Волк охотником. Шепарно! Какое было бы... Дали бы ружьё. А вот, а еще ваш коллега, Ать, сказал, что вы сказали в произведении Барковского Петя и Волк. Он охотник. А вы кто? Волк? Не, я, скорее всего, Петя. Петенька? Да. Ну, потому что я, наверное, спасал бы всех, выручал, помогал. Здорово! Да, я добрый. Замечательно. Игорь Алексеевич, вот смотри, ты дирижер духового оркестра. Да. А в духовом оркестре больше духа или души? И того, и другого. Я думаю, больше души. Если вот музыка, это вся ваша жизнь, ну это так? Ну, наверное, да. Под какое произведение хотите, чтобы ваша жизнь закончилась? А? Закончилась? Да. Под какое музыкальное произведение? Да кто же это узнает-то? Да, наверное, под какой-нибудь концерт Рахманинова, второй или третий. Какой персонаж вы в Петии и Волке? Дедушка, Волк. В Петечку. В Петечку. Ну, конечно, Волк, ты мой, конечно, в Дедечку. Наконец-то! Хоть бы ты в мужской компании одна барышня появилась. Да, это действительно так. Ну, давай, рассказывай, матушка, как отмечать будем в Международный день по музыке? Ну, как всегда. С мужчиной, это понятно. Радостно, весело, с музыкой. Кто-то в произведении Петий и Волк. Птичка занята уже ошерами. Да, ну что ж, мне придется быть либо дедушкой, либо уткой. О, в общем, отнимаем ошерами птичку, отдаем тебе, а он будет утицей. Да, я думаю, лучше бы так, конечно. А что хочется, да, Международный день музыки себе пожелать? Ну, себе бы я пожелал, или вообще всем бы пожелал самое главное здоровье, так как у нас сейчас коронавирус, поэтому берегите себя. Да, а насчет музыки бы сказал, что есть такое великое изречение, какой-то великий человек сказал, и я думаю, что это действительно правильно. Жизнь без музыки, это было бы недоразумение. С Днем музыки, всего самого-самого доброго и хорошего. Взаймливый. Вот какой ты красивый, там, там, живем даже лучше. Сергей Сергеевич, я поняла, не важно, кто ты в жизни, главное, чтобы сама жизнь была музыкальной сказкой. До встречи, Сергей Сергеевич! И, конечно, с праздником всех, всех нас!